Всем привет, это дневники черного копателя Я решил надеть на себя вот тот самый комбат джекет который нам давали в в Руси, в Гудермесе и в котором я пробыл, ну я не знаю, ну все три месяца проходил ну не то чтобы не снимая, конечно снимал, но когда ты находишься на ротациях, ты в этом конечно вот это я даже не снимал еще сверху у меня был бушлат который я периодически снимал, когда жарко было спал я в бушлате а вот в этой вот комбат джекет я постоянно был вот в этом мохе кто-то свои шмотки там оставлял я, честно говоря, этого понять не могу, не могу во-первых, вещь хорошая, ну ладно, это ладно, вещь хорошая но во-вторых, это же то в чем ты был на войне если бы тебе это отбирали, сказали нет, не смей забирать, это мы значит, если у тебя там дырки есть, мы зашьем, отдадим новобранцам не хватает, тогда да, а так запирай, господи вот вот я может быть в этом буду ходить куда-нибудь на копательство или куда-то, ну значит, в лес ходить я не знаю, но я это в любом случае сохраню а может даже просто на вешалочку я тоже отстирал она сейчас уже отстиранная вот, и на вешалочку и просто в шкаф и хранить как реликвию, да ну, чтобы бог его знает может мне никогда не придется больше поучаствовать вот в войне а это как бы может быть семья, там, семье как бы будущим поколениям оставить ну, как-то не знаю ну, эмоциональная чистая штука, да вот даже у меня шеврончик тут есть этот шеврончик я купил уже в Калиновской в части, да значит, там при части, эти самые военторги там это все продается за копейки, кстати за копейки ну, за 150 рублей а в самом Руси в Гудермесе там есть был точнее на тот момент сейчас я не знаю как бы вся информация, которую там рассказывал Суфид она, ребята, устаревает устарела, скорее всего вот, поэтому собственно ну, знаете, как свет давно уже погасшей звезды вот, все, что я рассказывал а вы слушаете поэтому, может быть, это уже не актуально бог его знает мы не знаем ну, короче там по 500 рублей продавали такие жетоны меня такая жаба задушила покупать за 500 рублей ой, не жетоны шевроны один шеврон 500 рублей это лучше я ходил безо всяких шевронов я уже, по-моему, рассказывал об этом вот никаких у меня не было маркировок просто мох и все вот я такой весь из себя хороший, значит российский воин доброволец и все да короче говоря, смотрите что я хочу сказать значит там вот, где у нас сообщество, да вкладочка на канале есть всякие опросы которые я значит, завожу и последний опрос удалось ли вам узнать что-то полезное для себя интересное и новое в этих видео на канале на этом и знаете что ну, ответило 22 голоса люди подали но 91% да, смотрю с интересом 5% ответили, что иногда что-то занятное проскакивает 5% да там был еще такой пункт значит на который можно было нажать но никто не нажал 0% очень редко узнаю что-то новое для себя то есть я рад, ребята что не нашлось человека который очень редко для себя узнал что-то новое то есть значит таких нету но почему-то 5% нажали все-таки зашли на канал и нашли этот опрос и нажали ничего интересного и полезного на этом канале нет это провокационный был ответ да чтобы посмотреть он многое говорит этот ответ сам за себя то есть кто нажал на него то есть проявился да провокационный вопрос и ответ соответственно чтобы проявить соответствующих людей я не буду ставить клейма и вешать ерунки но как бы мне многое понятно об этих людях таких 5% но больше 90% братаны брательники да смотрю с интересом мне приятно хотя из 22 голосов вот 90% это ну там 18 человек да условно говоря там я не считаю процента сложно сейчас сказать но для вас я это все рассказываю получается для вас да и для таких как вы потому что все мы хоть и уникальны но мы чем-то с кем-то обязательно похожи и все мы одной крови ты и я как сказал Маугли этому питону да а питон сказал ему соответственно в ответ да вот поэтому в принципе что я хотел сказать да этим в этом видео что вот да Ахмат Сила все такое Аллах Акбар естественно само собой и слова Свою Сыну Святому Духу на непрестанную веки веков Аминь именно так вот значит в принципе да информация которая которую я с вами делюсь она в принципе даже устарела даже та позиция вот на которой мы были она уже внешне выглядит вообще не так вот когда приезжали ребята и медаль передавали они показывали видео с той позиции где мы стояли недавно снимали они они прям вот-вот-вот оттуда приехали там все уже перепахано там все раздолблено там только остались несколько блиндажей целыми из всех всех-всех огромного количества блиндажей которые были все раздолбали там эти артиллерии наши противники как там еще кто-то держится бог его знает непонятно вот если раньше когда мы ходили в штурм были еще деревья высокие знаете как был фильм когда деревья были большими а мы маленькими вот маленькими салагами добровольцами первоходами то потом уже когда я уходил в ротацию они все меньше и меньше и меньше становились как-то внезапно на глазах их срезало осколками а сейчас там вот на уровне ну может быть по грудь остались вот эти пеньки такие и то они не срезанные пеньки это не бензопилой срезано осколками под углом там все срезано и все там нашпиговано все что ниже груди тоже нашпиговано осколками но еще пока не срезано ямищи огромные вот трава там не растут не растет птицы не поют и только значит суслики там врастают в землю тут поэтому ребята делайте выводы из того что из этого нюанса что информация устаревает очень быстро на этой войне да смотрите телевизор видите какое наступление уже два месяца там безусловно уже маневренная война хотя и там где мы сидели и люди сидят до сих пор позиционка позиционка да но все уже немножко по другому все немножко лето все немножко по другому сезон другой вот поэтому конечно глядя на телевизор можно сориентироваться лучше чем смотреть видео на ютюбе как вот я там рассказывал или еще кто-то или еще более старые видео с прошлого года вы наверняка их там найдете в ютюбе их там много а понимаете что информация устаревает очень быстро поэтому не ориентируйтесь на нее прям как истина в последние станции дальше что хотел сказать в принципе все что я хотел рассказать и знал вот и все и все этой истории с моими приключениями и авантюрой да СВО как доброволец я уже все рассказал в принципе я уже повторяюсь во многом во многом повторюсь но приходят люди и задают новые вопросы как им кажется а в принципе видео то уже на этой теме снято мне приходится писать в комментах ответ что про это уже было про это уже было про это уже было поэтому ребята значит смотрите кто смотрит кому интересно старожила так сказать кто смотрит канал да и ну я обращусь наверное к новым людям вы вот ну старожила вы если вам интересно вы задавайте мне вопросы вы же знаете какие вопросы вы уже задавали я на них отвечал задавайте новые вопросы я постараюсь ну рассказать о чем-то давайте может про политику поговорим хотите я могу про политику поговорить естественно так чтобы меня не забанили вот по какой-нибудь статье сейчас у нас очень строго с этим вот могу могу в принципе раньше я про политику трындел много до того как пошел на СВО сейчас могу уже снова все все про СВО уже рассказал все что я знал лично могу снова начать трендить про политику пожалуйста не вопрос журналистское образование позволяет и кругозор как бы позволяет делать грамотно качественно и самое главное правдиво да вот а те кто соответственно смотрит это видео пришел недавно но ребята потрудитесь посмотреть видео на канале прежде чем писать какой-то комментарий задавать вопрос наверняка вы там уже ответ на свой вопрос найдете видео много много да сколько я уже месяца полтора на раз записываю почти через день эти видео пишу вот в принципе я все из себя выплеснул уже все что у меня было нового ничего там не появится вот и я вам скажу так еще честно такой момент есть что вот когда я что-то записываю рассказываю да я же все же из головы беру я же не придумываю а из головы значит я вспоминаю вспоминать все-таки не очень это все какие-то моменты не очень ну как сказать не то чтобы неприятно мне это делать но берегишь какие-то вещи вот не просто там тяжело когда ты не высыпаешься когда тяжесть когда ты хочешь домой а потом понимаешь не хочешь домой в общем это все заставляет меня переживать просто все эти три месяца вот поэтому ну это действительно тяжкий труд вот пересказывать это все хотя и хотя и вроде как бы кажется что ничего сложного в этом нету так что я наверное буду по своей инициативе уже заканчивать с этими всеми видео то есть сам мне ничего такого писать рассказывать не буду ну если будут какие-то вопросы прям вот прям такие вот конкретные ну я не поленюсь отвечу и запишу видео вот в качестве ответа на эти вопросы может быть соберу какой-то список из вопросов и на них прям по списку буду отвечать это тоже такой формат есть существует давайте попробуем его вот и вообще хочется немножко от этого отойти хотя бы мысленно головой я знаю что многие люди выпивают для того чтобы забыться я не пью поэтому мне тяжелее поэтому я просто займусь какой-то своей жизнью ну буду периодически заходить и смотреть вопросы буду их накапливать записывать и по возможности отвечать помните что Ахмат Сила а у меня на этом все пока пока Продолжение следует...